С вами канал Учебник Слух. Литература, 8 класс. Александр Иванович Куприн. Годы жизни 1870-1938. Родился Александр Иванович Куприн в небольшом городке Наровчате. Много лет спустя, будучи уже известным писателем, Куприн с добрым юмором писал о родном городе. Наровчат есть крошечный уездный городишко Пензенской губернии, никому неизвестный, ровно ничем не замечательный. Соседние городки по русской ахальной привычке дразнят его. Наровчат одни колышки торчат. И правда, все наровчатские дома и пристройки построены исключительно из дерева, без малейшего намека на камень. Река Безымянка протекает от города за версту. Лето всегда бывает жаркое да сухое, а народ ротозей. Долго ли тут до божьего попущения? Так и выгорал из года в год славный город. Отца Куприн не помнил. Когда тот умер, будущему писателю было около года. Детские годы Куприна прошли в Москве, в сиротском пансионе. Затем кадетский корпус, военное училище, офицерская служба в армии. Но армейская служба продолжалась недолго. 24-летний поручик уходит в отставку, сотрудничает в киевских газетах, получает признание читателей. Вскоре Куприн становится одним из лучших русских писателей-прозаиков. Во время Гражданской войны писатель, отступая вместе с войсками белых, оказывается за границей. Сначала в Эстонии, затем в Финляндии, а с 1920 года живет в Париже. Юношеские и юнкерские впечатления, воспоминания о недолгой офицерской службе подсказали многие сюжеты, образы, характеры персонажей, рассказов и повестей Куприна. Целостную обобщающую картину «Состояние русской армии» писатель воссоздает в одном из самых известных своих произведений – «Повести поединок». После поединка писатель надолго оставляет армейскую тематику. Он пишет замечательные повести о любви, гранатовый браслет и Олеся, рассказы для детей и о детях, психологические тонкие бытовые зарисовки. Героями последнего крупного произведения Куприна романа юнкера, опубликованного в Париже в 30-е годы, вновь становятся будущие русские офицеры, воспитанники военного училища. Я хотел бы, чтобы прошлое, которое ушло навсегда, наше училище, наши юнкера, наша жизнь, наши обычаи, традиции остались хотя бы на бумаге и не исчезли не только из мира, но даже из памяти людей. «Юнкера – это мое завещание русской молодежи», говорил о романе автор. «Куст сирени» – одно из ранних произведений писателя, но лучшие качества прозы Куприна – психологизм, многозначность художественной детали, увлекательность сюжета – в полной мере присущи этому рассказу. Редактор субтитров А.Семкин